Существует великое множество рецептов приготовления шарлотки, которые варьируются, как правило, начинкой. В России же твердо прижился именно вариант этого воздушного пирога с яблоками. И для мастер-класса в горках ленинских, куда пришли совсем юные мальчишки и девчонки, кондитер Татьяна Шалыгина выбрала самый популярный, классический рецепт. Шарлотка, во-первых, ее очень просто готовить. Даже самый маленький ребенок легко справится с этой задачей. Она готовится с самых простых ингредиентов – яйца, сахар, мука, немножко ванили и маслица чуть-чуть добавляется, для того, чтобы она была более вкусной. Первый секрет правильной шарлотки – свежие ингредиенты. Впрочем, дело не только в хороших и качественных составляющих. Необходимо строго соблюдать пропорции. Вот, видишь, какие у нас красивые весы, лучшая хозяйка. Ну, ты хозяин. Точно все взвесив, ребята под руководством взрослых с азартом принялись за дело. Здесь можно было летезреть настоящее коллективное творчество. Пока одни дети взбивали яйца, месили тесто, другие аккуратно выкладывали дольки яблок и украшали шарлотку. Судя по тому, как умело ребята хозяйничали на импровизированной кухне, стало понятно, что готовить они любят. Вот и пятилетняя Маша, несмотря на свой возраст, уже кулинар со стажем. Я люблю очень готовить пироги и кексы. Я пришла сюда готовить шарлотку, потому что интересно. Очень. Приочень-приочень. Страсть к приготовлению пищи Маша прививает ее мама, Татьяна Андреяш, которая признается, что кулинарный талант необходим каждой девочке. И развивать его нужно с самых ранних лет. Я считаю, что очень важно уметь готовить. Особенно это невероятно приятно, когда твой ребенок для тебя приготовил. И это очень вкусно. Прошло всего каких-то 15-20 минут, и шарлотки, приготовленные детскими руками, отправились в духовку. Из кухни стали доноситься сладкие, умопомрачительные запахи. А ребята предвкушать свои шедевры кулинарного искусства. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видное ТВ.